У людей большие проблемы, это радостно, можно денег заработать. Но это печально, мы живем в среде людей, которые не понимают, что делают. Когда вы будете разговаривать с вашим пациентом, всегда задавайте вопрос, зачем. И я вас уверяю, если правильно задаются вопросы, человек начнет говорить о собственной выгоде. Все люди хотят быть радостными, спокойными, удовлетворенными. Ничего больше люди не хотят. Весь разговор сводится к собственному самочувствию. Так вот, Екатерина у нас хотела быть счастливой. Мы спросили ее, зачем быть счастливой. Что будет, если вы будете счастливы? Какой вы будете, если будете счастливы? Сейчас мы вылечили ей мозги. Ну, то есть, она зависла. Когда человек завис, ушел. Это перезагрузка. Это хорошо. Затем вы задаете ему вопрос, зачем тебе быть счастливой? Ну, была же несчастной какое-то время, не страшно же? Зачем? Надоело быть несчастной. Логично, потому что чувствует себя несчастной. Она приравнивает слово счастье к ощущениям. А несчастье – это как? Какая ты, когда несчастна? Когда я несчастна. Какая? Что в теле ощущается? Грусть. Я грустный. Я грустный. Грустный – это лимбическая система. Два варианта. Когда вы разберете слово счастье, через некоторое время человек перестанет болеть и перестанет быть грустным. Потому что у нее уйдет слово счастье равно радость. Потому что это разные вещи. А раз счастье – это совершенно другое, то в лимбической системе ничего не остается, как перестать вырабатывать химию. Нет смысла. Потерялся сигнал. Она работает только, когда есть сигнал. Сигнал потерялся. Здесь все, убрали сигнал. Здесь химию вырабатывать не надо. И она гаснет. Эта рефлекторная дуга. Сама автоматически. Так работал Хаммер в новой германской медицине. То, о чем вы читали. Я, собственно, вы об этом озвучили. Я с вами об этом разговариваю. Это чисто физиологический процесс. Убрать доминанту, которая формирует воспаление мозга, равно вылечить человека. Так как вы не знаете, я сейчас вам поведаю. Грусть – это эмоция легких. То есть несчастный, грустный равно болезнь легких. Если ребенок в детстве ассоциирует слово счастье с состоянием радости, он болеет всеми бронхолегочными заболеваниями, потому что практически не бывает в детстве радостных детей. Особенно детей, которых не очень здоровые родители. Счастье не равно радость. Счастье – это процесс. Это совершенно другое слово, обозначающее другие вещи. Если грусть, то это равно легкие. Проблема легких и толстого кишечника. Значит, будут триггеры по меридианам этих органов. И если психология, а мы говорим про психологию, префронтальная кора – это психология. Если психология первичная, дисфункциональное звено в цепи нарушений, разбирая слово счастье, вы убираете травму. А это, по сути, травма. Травмы нет, эмоции нет, меридиан разблокирован, легкие не болеют, автоматически равно здоровье. Это значит, что мы должны понять, что у нас из всех частей тела может запускаться проблема. Сейчас мы научились разбирать префронтальную кору, которая понимает слова и оперирует словами. Мы разобрали, что такое знаки, что такое значение. Теперь к самому важному. В прошлом занятии было вообще весело. Я на ребят тоже наругался, они сделали то же самое, что вы, точнее, вы сделали то же самое. Ну, не все, некоторые из вас сделали то же самое, что сделали они. Я их за это попросил отнестись уважительно ко мне, признать меня учителем и делать так, как я сказал. Ну, естественно, там все было точно так же, как не надо. И у нас изник вопрос, что такое уважение? Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok